Сегодня в Запорожье запускали ракеты. Модели, созданные ребятами городской станции «Юного техника», взлетали в небо в честь Всемирного дня космонавтики. С людьми, которые считают этот день своим праздником, встретился и наш корреспондент. Для Владислава Иванова сегодняшний запуск ракеты далеко не первый, но очень важный. В свои 9 он уже создал не одну модель ракеты, но сегодня для него день особый. Он запускает ракеты в день космонавтики. Рядом с могилой космонавта номер 3, дублера Юрия Гагарина Григория Нелюбова. Уже 4 года Влад учится на городской станции «Юного техника» и уже точно знает, как покорить космос. Надо учиться конструировать, и вначале стать конструктором, обучиться, а потом уже становиться настоящим космонавтом. Ты готов? Я готов. Их совсем немного, тех, кто 12 апреля считает своим праздником и каждый год приходит сюда, к могиле Нелюбова. Они называют себя экспериментальным отрядом юных космонавтов, хотя самые старшие из них уже уберены сединами. И объединяет их одно – они болеют космосом. 49 лет назад, когда космос покорился Юрию Гагарину, для них началось новое летоисчисление. Все поняли, что свершилось что-то необычное. Мы куда-то идем вверх, мы идем куда-то в новое, в неизведанное. И вот с тех пор болеем мы все, и я, и вот дети, которые приходят к нам, болеют тем, чтобы понять, кто мы, что мы, откуда мы, и где мы живем, в какой вселенной. Если мы это знаем, если мы это понимаем, если мы это ощущаем, то мы тогда люди. Если нет, то мы просто животные, которые ползают по земле. Мы чувствуем в себе, и молодежь, и старички, чувствуем в себе вот это вот какое-то стремление, стремление к свободе, стремление к абсолютному пространству, к безграничному пространству, к бессмертию фактически. Без космоса, без бесконечного пространства, бессмертия быть не может. Желание летать – это инстинкт, как говорит руководитель Запорожского экспериментального отряда юных космонавтов. И он для некоторых сильнее инстинкта самосохранения. Доказательство тому – трагическая судьба Григория Нелюбова. Эти все первые космонавты, они шли на неизведанное. Это потом стало известно уже, что из себя представляет космос. Ну а первые шаги к космосу – это ребята шли, то есть в принципе они в любое время могли погибнуть. И они на это шли добровольно. И то, что если бы произвучал кому-нибудь вердикт, допустим, он не летит по какой-то причине, конечно же, для него это было трагедией. Так же, как трагедия явилась, это для самого, так сказать, жизни и судьбы Григория Нелюбова. Григорий Нелюбов, который мог полететь в космос первым, так и не осуществил свою мечту. Для него это действительно стало трагедией. Но Влад Иванов, который сегодня принес цветы на его могилу, об этом пока не думает. И продолжает мечтать о небе и о космосе.